Это был особенный год, непростой. И поэтому мы стали продюсерами, ведущими и блогерами. Зачем? Мы просто не хотели расставаться с нашими клиентами. Мы так привыкли встречаться на мероприятиях, знакомиться друг с другом, обсуждать погоду, спорт и, конечно же, новые гибриды. А потом в мир пришел ковид, и наши встречи стали невозможны. Мы попали в сложные условия ограничений по передвижению с апреля по июнь. Пришла новая реальность. Мы подумали и немного изменили реальность, чтобы общение с нашими клиентами не прекращалось. Во-первых, мы начали снимать видео, подробные рассказы про наши овощные культуры прямо на полях. И да, поначалу это было непросто. Раз, два, поехали! Сегодня 20 сентября... Стоп! В данный момент мы находимся на участке, где этот гибрид переработчиков не нужны. Стоп, стоп! Ребят, а мы в кадре все! Попали в кадр! Он хочет попасть в кадр! Звездой Ютуб оставить! Замкнул он где-то. Скажем честно, общаться с людьми нам гораздо удобнее, чем с видеокамерой. А еще нужно было объединить удачные дубли, снятые на полях, в одну систему. И мы сделали сайт, где прямо на карте России в каждом регионе можно увидеть наши продукты в деле благодаря качественным видеороликам с привязкой к местности. Мы освоили новые уровни коммуникации, онлайн-конференции, мессенджеры и социальные сети. Мы вовсю используем колл-центр и взяли за правило отвечать на комментарии клиентов в течение часа. А чтобы все успеть, у наших менеджеров появилось по сотне чатов в WhatsApp. Мы получили хорошие результаты там, где и не думали. Мы объединили фермерский социум настолько, что клиенты начали участвовать в наших съемках и помогать в сопровождении. Благодаря социальным сетям мы увеличили охват в дачном сегменте. Теперь у нас есть новые знания и инструменты. Наш сайт, который мы планируем и дальше развивать, создавая удобную базу для клиентов. Спасибо вам всем за этот год. Он ясно дал понять, что даже трудности можно конвертировать в отменный результат. Людик соответствует 3-3,5 килограмма, что подходит для рынка. Пусть в новом году будет меньше потрясений, но если их не избежать, мы точно придумаем что-то новое. Мы будем сеять и выращивать. Мы будем с нашими клиентами. Мы будем делать то, что любим.